Продолжение следует... Значит, правительство какой-то закон издало или указ, да, и выносят это на народное голосование. Народ голосует и принимает или не принимает. Так. Вот. И вот однажды посоветовалось правительство и решило, что, значит, будут выплачивать каждому жителю страны по две с половиной тысячи этих их швейцарских франков. Ну и выставили это на народное голосование. Не, не, не. Ну, единовременно, ну как, каждый день. Единовременно, раз в год, каждому жителю страны они решили выдавать по две с половиной тысячи швейцарских франков. И вынесли это предложение на рассмотрение народа. Ну и что вы думаете, как шел народ? Не принял. Почему? Ну, раз в год редко. А, ну, ты почаще, да? Раз в неделю хотя бы. Ну, раз в месяц, допустим, да? Не приняли точно. Но знаете, почему не приняли? Какая причина? Что они сказали? Они сказали, что деньги, которые не заработаны, и принесут благословение. Понимаете, какой народ? Да. Потому и богатый, да, потому то и богатая страна. У нас тоже есть, вот я сейчас вспоминаю, вижу, что у нас происходит здесь в зале. И тоже, думаю, у нас же тоже есть такое явление, как спонсорство, да? Вот, и люди, кто-то, кто-то ж, это ж не на шару нам достается, да? Как бесплатно, да? Нет, не бесплатно. Кто-то из людей уплатил за это денежки, переслал сюда нам. И теперь мы имеем такую возможность это все получать, да? Благословение такое, да? За это все уплачено. А спасение, благодать, милость, любовь, долготерпение, спасение. Откуда? Тоже даром, как бы, да? Но уплачено. Но уплачено, дорогая цена, дорогие мои друзья. Меценат, наш спонсор, наш искупитель и наш, да, искупитель и наш дорогой Иисус Христос, он уплатил за эту высочайшую цену. Какую? Свою жизнь. Свою жизнь, естественно, да. Поэтому за все в этой жизни надо платить, да, дорогие мои друзья? За все надо платить. А мы уплатим или за то, что мы приняли эту благодать и это спасение приняли? Уплатим за это что-то? Или тоже, да? Нет, тоже. А? А что мы уплатим? Свою жизнь. Да, что мы уплатим? Хотя бы время. Хотя бы время, да. А время это что? А время это же? Значит, что? Свою жизнь. Надаем в руки нашего дорогого Господа и Спасителя тоже своеобразная блага. Итак, открываем Откровение 4 и 4. И я прочитаю тут один стиль. И вокруг престола 24 престола. И на этих престолах я видел сидевших 24 старца, которые облечены были в белой одежде. И имели на головах свои золотые венцы. Что это за одежды и что это за венцы? Одежды. Что белые одежды? Что это такое? Ну, вы знаете, да, что это старцы, да, там 24 старца. Что это правильность? Иисуса Христа. А венцы? Венки. Что это? А? Святость. Святость. Вы знаете, в ранних произведениях Лена Альпишин, она побывала в видении на одной из планет. Ну, где-то Господь ее восхитил туда на какую-то планету. И там все люди такие красивые, все в белых одеждах ходят. И она встретила там Еноха. Как она узнала? Я ей сказала, что вот это Еноха. Да, Енох идет. И она говорит, у него на голове венец с золотыми листиками. И на каждом листике написано святость. Представляете себе? То есть это венец, это святость, праведность и святость. Это что? Это наше условие. Откуда она у нас? Праведность и святость. Через и святость. А? Через и святость. Да. Это нас надевает этим Иисус Христос. И праведность и святость. Вот смотрите. В третьей главе написано. Секрет и вскорок. Держишься умеешь. Дабы кто не восхитил венца твоего. Значит, у каждого есть венец, да? Но его может кто-то и восхитить. Понимаете, какая ситуация? Ну, видите, что написано. Нас окружают опасности. Если мы будем вести себя независимо от Бога и полагаться только на себя, то можем пасть жертвой козней сиялольских. То есть этот венец могут у нас похитить. Венец вот этой святости, да? Могут похитить. Вот. Откуда у нас вот эта святость? Скажите, пожалуйста. Вот откуда она у нас взяла? Наделил Иисус Христом. Каким образом? Каким образом? Вы знаете, в католицизме, в православии есть такая доктрина о чистилище. Слышали такое, да? Что душа, когда там, да, находится, она туда попадает в грешность. Но она проходит через чистилище. И там происходит... Промывание. Чистка. Да, чистка, ну чистилище. Чистка. И прочищение происходит. А скажите, пожалуйста, а как Бог предусмотрел? Вот это предусмотрел? Или нечто другое? Что предусмотрел Бог? А для очищения? Для защищения? Парно, мой, он открылит. На земле. На земле. Ефесянам 5.25. Открывать. Вы будете брать, открывать? Или мне все искать? 5 Ефесянам. Ефесянам 5.25. Я буду искать, но это немножко будет дольше. 5.25. 5.25, да? На экране. Сколько я сказал? А. 5.25. Сейчас. Да, 5.25. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь, и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить себе славную церковью, не имеющую пятна или порога, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и не пороча. Дорогие мои друзья. И параллельный такой же самый текст, это титул 3.5.7. Титул 3.5.7. Он спас не по делам праведности, которые мы сотворили, а по своей милости, баню возрождения и обновления Святым Духом, которого и сделал на нас стабильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, опроводавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. Вот так, дорогие мои друзья. То есть святостью нас наделил Господь. И мы уже с вами сказали, что эту святость можно потерять. Что кто-то может восхитить ее. Это кознь, который производит нену Иисуса Христа. Скажите, пожалуйста, задам вот такой вопрос. От чего вообще умирает люди? Ну, от греха, да. От греха это, естественно, смирение смерти. Да, да, возмездие за грех, смерть, да. Люди умирают от греха. Ну, а из-за чего может еще умирать? От старости, от возраста. От старости, от возраста, да, могут умирать. От чего еще? От болезней. От болезней могут. Инсульт, инфаркт, да, тромб оторвался, все, человека нету, да. Ну, и сердечно-сосудистые, и все. Праздные. Да, очень много болезней, и люди от этого умирают. И, может быть, несчастные случаи. Смотрите, я вам сейчас представлю один текст. Это написано в 32 главе Второго Закония. 32 глава Второго Закония и 48 текст. Интересный текст. Сейчас мы с вами посмотрим. И говорил Господь Моисеев, тот самый, кей не сказал. Взойди на гору Абари, на гору Нево, которая в земле, Моавинская, против Ихона, и посмотри на землю Ханавскую, которую я даю во владение цена Митраевна, и умри. На горе, которую ты взойдешь, и приложись к народу твоему, как умер, а он брат твой на горе, и приложился к народу своему. Вы знаете, сколько ему было лет? Моисеев. Не помните? 120. Слово. 120 лет. Для нас это уже, вот, да, преклонно. А там написано о Моисееве. Силы не истощились, и зрение не притупилось. Он сам поднялся. Его не вели туда наверх, на ту гору. Он сам поднялся. Он бы мог еще жить и жить. Кстати, Авраам, вы знаете, сколько прожил? 175 лет. Значит, Исаак 180. Иаков 147, вот только Иосиф подкачал, 110. А все остальные долго прожили. И он мог только прожить. Но он не прожил долго. А 120 лет, и все. И Господь сказал, зайди умри. Почему? Почему? Почему это зайди умри? Моисей, выявивший народ из рабства. За то, следующий, 51. Что вы согрешили против меня. Каким образом? Среди сынов Израиля, привода Миреева и Катеса, пустые силы, за то, что не явили святости моей. Среди сынов Израиля. Перед собой ты увидишь землю, а не войдешь туда, землю, которую дают сына Миреев. Представляете себе? Человек зашел туда, смотрит, сколько, 40 лет шел к этой земле, увидел вот так вот ее, а войти не войдет. Должен умреть. Не явили святости Божьей. Как это? Как это они явили святости Божьей? Открываем с вами еще одну книгу. Книга числа. 20-ю группу. Тут тоже самое написано, 12-й текст, 20-й главе. И сказал Господь Моисея, за то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою, предочами сыновы Израиля, не ведете вы народа сего в землю, которую я даю вам. Это вода Миреев, у которой мы шли брат с сыном Израилем, и Господом, и он делил святость мою. По поводу чего там была расприя, вы не помните, что там народ опять в очередной раз начал возмущаться? Воды, дайте воды. Что вы опять вывели, что ты, опять Моисеева проблема, ты нас вывел, ты хочешь умрить нас тут голодом лежат? Ну, тут чакры лежат. И, естественно, Моисея к кому обращается? Господу и говори. Сказал Господь Моисея, говоря, возьми жертву, собери общество, ты и аромат брат твой, и скажите в глазах их скале. И она, это восьмой, да? Восьмой, так, седьмой, восьмой. Она даст из себя воду. И так ты изведешь им воду из скалы, и напоишь общество из корни бога. И взял Моисей, жертву на лице Господа, как он повелил ему. И собрали Моисей на роду скале, и сказал он им. Что же он им сказал? Что надо было сделать? Еще раз. Что надо было сделать с Моисеем и воровом? Сказать. Взять железу, прийти к скале и сказать скала, дай воды. А что он сделал? Подошли они к скале с народом. Послушайте, не покорные, говорит Моисей, разве нам из этой скалы извести для вас воду? И поднял Моисей руку свою, и ударил скалу жертвом своим, твашкой. И потекло много воды, и пило общество из корни. Хоть они и нет, явили святость Божью, да? Но тем не менее водоподхалов. На бои народ миллионных людей надо было. И скот, там же много было живых существ. Скажите, пожалуйста, как являть святость Божью? Это сложно. О! Сразу ответили на этот вопрос. Матфей говорит, Матфей говорит, Иисус говорит словами, Матфея 5.37, Он говорит, да будут слова ваши, да, да, нет, нет, а сверх того, что сверх того, тот лукавый. Это вас наводит на какую-то мысль? Что такое? Да, да, нет, нет, что такое? Это конкретно. А? Да, да, нет, нет, что это такое? Правда. Это правда, истина. Когда Иисус Христос принимал крещение, Иоанн Креститель говорит, Брат, надо же его брат. Говорит, брат, то мне надо принимать крещение от тебя, а не ты должен от меня креститься. А что ответил Иисус? Надо исполнить, что? Будем исполнить. Всякую правду. Он говорит, всякую правду. Так вот, что же такое святость Божья, дорогие мои друзья? Открываем с вами Исайя, братья, 5.16. Вот что такое святость Бога. Исайя 5.16. Как нам явить святость? Как нам явить святость Божья? И что такое святость Божья? Так что там у них заминочка. Я открываю. Исайя 5.16. Итак. А Господь Силов преозвеселся в суде. Бог Святой явить святость свою как? В правде. В правде. Дорогие мои друзья. Так что такое святость Божья? Правда. Правда. А как правду можно, ну, библейскими словами сказать? Истина. Истина. А что такое истина? Слава Богу. Так. Истина. Закон Божий. Так. Точно. Я всегда вам говорю. Как пасть? Отец, Сын, Святой, Сын, Дух, Писание, Закон. Вот вам истина. Все написано в Библии. Я сейчас не буду поднимать эти тексты. Но в Библии все это. А Дух Святой истина. Отец истина. А Иисус Христос говорит. Я. Будь истинной, Жизнь. 14, Иоанна, 14, 6. Я. Будь истинной, Жизнь. Итак. Каким образом им надо было явить святое? Послушаем. То есть выполнить ту правду, которую сказал Бог. Бог сказал что? Скажите, скалеи. А они что сделали? Они мало того, что не просто сказали, а скорбили весь народ, не покойные, ничего удали, вместо того, чтобы просто сказать. Вот и все. Понимаете? Вроде бы такая, ну незначительная, да, оплошность. А тем не менее, это стоило жизни. Хотя бы он для него приготовил нечто еще лучшее для Моисея. Да, знаете что? Вечную. Да. Вечную жизнь. Но еще до этого. Ну в смысле, вечную жизнь, да. Но еще какую он приготовил для него такую миссию. Миссию. Помните, какую миссию? После того, как он номер. Ну да. Его и Будда пишет. Спорили. Спорили о деле Моисеева. Моисеев воскрес, и пришел вдохновлять Иисуса Христа на голову преображения. Миссию. Представляете себе, какая миссия была? Подкрепить Иисуса. Итак. Второзаконие. Я еще хочу открыть второзаконие. Относительно того, что надо было в второзаконии 32 глава. Тут же второзаконие, я его не смотрел, и тут же еще есть, чуть-чуть выше, написано. 45-й. 45-32. Когда Моисей изрек все слова Симисему Израилу, тогда сказал им, положите на сердце ваши все слова, которые я объявил вам сегодня, и возвращайте их детям своим, чтобы они старались исполнять все слова закона сего, ибо это не пустое для вас, а это что? Жизнь ваша, дорогие мои друзья. То есть вот эта вот истина, эта правда, которой мы будем являть святость Божью, это для нас жизнь. Понимаете? И в этой жизни, и в будущем. Вот. А хочу вам открыть первого Петра и первую главу. Первое Петра, первого глава и 14-й текст. Хочу вам открыть. Смотрите, как тут написано. Первое Петра. Как послушные дети, вы тут читали о детях? Может, разоконим. Учите детей, да? Рассказывайте, да? Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано «Будьте святы, потому что я свят». Дорогие мои друзья, как вы еще скажете, вот мы сказали, что святость Бога это правда, да, это его правда. А я еще думаю, что же пишет энциклопедия, но интернет. И там прошло следующее изучение о святости Бога. Святость Бога проявляется прежде всего в том божественном совершенстве, благодаря которому он абсолютно отличается от всех своих творений и возвышается над ними в своей бесконечной величественности. То есть, дорогие мои друзья, иными словами мы говорили, что мы святы в каком смысле мы святы? Потому что отделены, отделены от всего грешного, да, и Господь так же само отделен от своего творения. Понимаете? Точно в таком же смысле. Вот. Потому что он свят. И он отделен. Мало того, он еще и как мы прочитали, как мы прочитали, своя его бесконечная возвышается над всем творением своей бесконечной величественности. Хорошо. Будьте святы, написано, потому что я свят. Откуда Петр берет цитаты? А? Ну, с Библией понятно. Откуда? Будьте святы, потому что я свят. Где это написано? Открываем. Книгу Левит. Книгу Левит 11 глава. Вы помните вообще, что такое Левит 11 глава? Законный. Какой? Нет. Исход 10 глава. Это законный. А Левит 11 глава это что? Не помните? Что там? Чистое или нечистое. О! Чистое И в конце написано. Не оскверняйте душ ваших 43-й текст. Каким-либо животным, пресмыкающимся, не делайте себя через них нечистыми, чтобы быть вам нечистыми. Ибо я Господь Бог. Освящайтесь и будьте святы, ибо я свят. И не оскверняйте душ ваших каким-либо животным, ползающим по земле, ибо я Господь вывечил вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом и так будьте святы. Почему? Потому что я свят. Мы дети Отца Небесного, поэтому мы должны полностью походить на Него, быть похожими, как дети земные похожи на своих родителей. Он свят, и мы должны быть святы. И еще девятнадцатая глава тут же в этой книге открываем и написано. И сказал Господь Моисею говоря, а дей весь ему обществу сынов Израиля, и святы будьте. Ибо свят я, Господь Бог ваш. Итак, в чем вот эта вся глава посвящена тому, что такое святость для человека? Каким образом ему надо быть святым и отделенным от всего того, что является грехом? И так далее. Смотри, бойтесь каждой матери своей и отца своего, и субботы мои храните, я, Господь Бог ваш. И всю мы сейчас быстренько пробежимся. Вся 20 глава, то, что вы говорили о законе, исход 20 глава, она полностью адаптирована уже к жизни израильского народа. Полностью адаптирована. И вот это, какая это заповедь я прочел? Бойтесь каждой матери и отца своего. Какая это заповедь? пятое, почитаю церковь. А субботы мои храните, я Господь Бог ваш. Четвертое. Скажите, пожалуйста, многие люди говорят, ну суббота, как бы, всю неделю трудился, устал, отдохнул сегодня, побуду в субботу дома. Тем более, есть у нас интернет, можно зайти, да, и это самое, и побывать на госпитал служение можно даже в Киеве, или в Америке. Скажите, где написано в Библии, что нам надо вот сюда прийти и вот здесь вот иметь собрание и поклоняться именно здесь. Я и поклоняюсь дома тоже. Собранюсь на колени и поклоняюсь Богу. Где они? Да, хорошо. В этой же книге. Субботы мои святые. В этой же книге. 23 глава. Объявися нам Израилю и скажи о праздниках Господних, которые можно созывать священные собрания. Вот праздники мои. Шесть дней можно делать дела. Да, видите, в 23 6 дней можно делать дела, а в 7 день суббота покоя. Священное собрание. Никакого дела не делайте, это суббота Господня во всех жилищах ваших. Поэтому, дорогие мои друзья, священное собрание. Мы здесь находимся где? На священном собрании. А в другом месте написано «Святите субботы мои, ибо я Господь освящающий вас». Это по-моему языке. Или люди языке. «Ибо я Господь освящающий вас». То есть освящение мы получаем еще и приходя сюда. Там не написано, что вы освятитесь там сидя дома у компьютера своего. А именно в собрании. И я освящаю здесь. Да. И вы освящаете здесь. То есть эту святость, о которой мы говорим сегодня, мы ее и получаем. Где двое-трое молятся, там и я. Совершенно верно. С нами сейчас. Дальше. Не обращайтесь к идолам. Не делайте литвы богов. Это вся девятнадцатая глава. И там тут о жертвоприношении, когда будете приносить жертвы. Да. Тут когда будете жать жатву на земле, не дожинай до края. Оставшие все не подбирай. Виноградик тоже не подбирай. А почему не подбирай? Пойдем бедный придет пришелец, он покушает. Не крадите, не лгите, не обманывайте друг друга. Крыму с именем моим волши, не глянитесь именем моим волши и не пищи с имени Бога твоего, я Господь. Не пришей ближнего твоего, не грабительству. Плата наемнику не будет оставаться у тебя до утра. Сразу рассчитается. Помните, пришли люди и наняли их. Один человек нанял. Что вы стоите тут празднули? Идите потрудитесь. И всем дал подинамик. Помните так? То есть каждый вечер надо оплатить. Потому что не все не злосой глухого. Переслепым не клони ничего, чтобы приткнуться ему. Бой си Бога твоего, я Господь. Не делайте неправды на суде. Не будь лицеприятен к ничему. Не угождай лицу великого по правде судьи ближнего твоего. Не ходи переносчиков. Не враждуй на брата твоего. Не мсти не не слабын. Уставы вы соблюдаете. И так далее, так далее, так далее. Тут об очищении немножко сказано. Там как нам кушать из деревьев. Если посадили дерево, то уже пятый год можно кушать, потому что три года они считаются необретанными. Ну, то есть пока что их нельзя кушать. Это так Бог сказал. Не знаю почему. Не стрягите головы, не ешьте с кровью, не ворощайте и не дадайте. Не стрягите головы вашей кругом. Ради умершего не делайте нареза на теле и не накладывайте на себя письмена на А. Некоторые любят письмена накладывать, да, если всякие. Не оскоряй дочери твоей, допускай ее до блуда, чтобы не блуда действовала земля и не наполнила земля разрадок. И опять же за субботы храните святелище мое чтите, я Господь. И дальше. Не обращайтесь к вызывателю мертвым, к волшебникам, не ходите, не доведите себя до осквернения от них. Если мы идем к волшебникам, гадателям, и к чародеям, не обязательно туда идти, да, узнавать свое будущее. Открыть, чик, телевизор включил, а там битва, экстрасенс. Так же само поучаствовали вы в них в процессах. Не ходите туда, потому что вы себя оскверняете, опять же, не делайте неправды, и в мире, в весе, и в измерении. Весы должны быть верны, гири верны, эфа верна, и гири верны. Ну, это мир и веса. Я, Господь, который вас вывел из земли евгипетской, соблюдайте все уставы мои, все законы мои, исполняйте их, я Господь. Поэтому вот эта вот вся глава посвящена святости. Каким образом с древним Израилем народ получал вот эту вот правильность божественную и святость. Каким образом? По слушанию. Вот это вот выполняете, ну, правда, вроде бы кажется, да, только так много. А на самом деле, дорогие мои друзья, скажите, пожалуйста, тяжелые заповеди вообще? Вот это заповеди, скажет, да, закон. тяжелые? Нет. Вот вы уже сколько лет, я 20 лет, ну, почти 19. Скажите, тяжело? Нет. А в начале было тяжело? Нет. Ну, так немножечко, да? Иисус говорит, заповеди мои не тяжкие. А почему не тяжкие? Некоторые говорят, да, у вас ответы, надо от всего отказываться, там, пить, курить нельзя, там, нельзя, там, в субботу ходить на работу и тому подобное. нельзя свинку кушать, да? А потом благословение, да, но не сложно же, не тяжело. А люди говорят, тяжело. А почему нам не тяжело? Потому что это все баблава для жизни. Да, совершенно верно, потому что это жизнь наша. А мы, когда пришли к Иисусу Христу, то мы говорим, Господи, а я слабый, грешный, это вот, и не имеющий силы человек. Не могу я отказаться от табаката, я только горя. Господи, помоги. И тогда Господь вселяется обильно Святым Духом в сердце человека и производит необходимое преобразование в него. Я вам скажу, ну, я тоже курил когда-то и употреблял все дела, которые все говорили. Вот. Ну, дорогие мои друзья, с учен, что я от этого отказался вообще безболезен. Некоторым надо потрудиться. Некоторым надо, представьте себе, 45 лет курить. Тяжело будет от этого отказаться? Конечно, тяжело. Это происходит ломка организма всего. То есть, этот никотин, он уже там в кости сидит, и чтобы пополнить его, надо, ну, организм начинает, ну, болеть, потому что нет у этого вещества, понимаете? А он уже привык к этому, это уже зависимость. Вот. Поэтому, дорогие мои, зарповеди не тяжкие, не тяжко исполнять. И святости, святости приобрести у Иисуса Христа нам будет несложно. Только надо неожиданно. Теперь, я хочу с вами при... Сколько времени? А то я, вы знаете... Одиннадцать. Да, да, не, я имею в виду, сколько еще... О, все, я понял. Еще хочу вам сказать немножко, вести вас экскурс в медицине. Немножко по медицине с вами поговорим. Суд влияния наркотических веществ. Алкоголь и табака одинаково на организм человека. Послушайте, почему я об этом начал говорить. Чем лучше человек, тем негативное влияние сильнее и необратимее. То есть, в молодости это приводит к негативным последствиям. Все токсины и яды сразу проявляются на теле. Апиатный это маковый сок. Героин мощный препарат для успокоения боли и быстродействующий наркотик, вызывает снижение боли, эйфории, легкости. Наркотик кулят, вдыхают через нос и инъекции. Привыкание и зависимость вызывают и действия проявляются следующим образом. Какие действия? Героина на человека. Особенно на малого. Ну и на все. Замедление реакции тела человека вызывает ощущение тепла и отчужденности. подавляется активность мозга, расширяются кровеносные сосуды и возникает сонливость и эмоциональный покой. Когда человек перестает употреблять героин, он испытывает симптомы вируса гриппа. Ну, вирус гриппа все мы перенесли, да? слезы из глаз, насморк, кашель, пропадает аппетит, тремор конечности, злок, паника, мышечные судороги, бессонница, поднимаются температуры и артериальное давление. Особенно опасно беременным женщинам. Почему? Потому что происходит отслойка плацеты и может наступить смерть ладенца или выгибаешь. И что самое ужасное? Малыш рождается с чем? Если и рождается с зависимостью от опиата. Для чего я это все делаю? Что вы тут употребляли героиню? Дорогие мои друзья, те, что заканчиваются на им, те являются наркотическими веществами. Героин, никотин, аспирин, танин, не, ну то ли как. А это, а это, да, а это наркотические вещества, то ли как. Никотин, танин, знаете, что такое танин? А? Танин. В чай. А кофеин? В чём? В кофе? А, в чоколаду, в мармеладу, в чоколаду. Нету? Кофеин, шоколад. Дорогие мои друзья. И вот это то, что я прочитал, что он вызывает, вот эти симптомы, это происходит у нас в организме. Происходят вот такие симптомы. Правда, может быть, плацента не расщепли, пицца у беременной, но тем не менее, вот эти вот все факторы, которые происходят от героина, они проявляются и в употреблении этих вещей. Вы знаете, я хожу в тюрьму, ну да, все это слышали, все знают, что я туда хожу. И, значит, один брат из другой конфессии, ну, у нас уходит там пять или шесть конфессий, я не знаю, и пятидесят, и бактин, и кто у нас уходит. Все, ну, как бы, этим они, как бы, проводят работу психолога. Понимаете? То есть, психолог со своей стороны проводит работу над людьми, да? Какую там, психологическую поддержку людей. Вот. А мы, с духовной стороны, проводят тоже поддержку такого людей. То есть, ну, может быть, некоторые и обратятся по злых путей свои, да? Так вот, этот брат, пятидесятник либо птиц, я не знаю. Вот. Он говорил, а я отказался от чая. Ну, и все так, они же, я не ношу чай, ну, там, какой-нибудь растительный или вот это, галку приношу, на галку пьем. Вот, это, дичиненный напиток. А, они говорят, а они носят пачками туда им этот чай, и когда на собрании, они пьют, как они говорят, пацанский чай. Они просто вставать и кучают, а там уже, да, чай, чайок такой. И потом он говорит, этот парень, говорит, я пью такой пацанский чай, и говорит, я, вот что-то мне какая-то мысль такая пришла, что надо от этого отказаться. И говорит, пару дней я помучался, но он такой пьет. Дома у себя. А когда приходит на собрание, пьет такой же. Ну, правда, не такой, как типа, чтобы получить удовольствие от этого. То есть, вы понимаете, что если пьемки чая выпить, то там это сердцевидение, ну, как и наркотика происходит действие. Я вам еще скажу, и он решил отказаться. Говорит, парни, чего вдруг ему отказываться? А вот он так решил. Влияние все-таки и на какое-то... Ну, он когда-то был там. Я в самом деле не побывал за градами никогда, а он там побывал. И он знает об этом все. И так привык к этому чаю. И так уже, когда он вышел, и так и пьет. Я уже уверовал, и так и пьет. И тут влияние духа перестал пить. Дорогие мои друзья, я вам еще скажу за чай одну интересную вещь. Если вы пьете чай, то я хочу, чтобы вы задумались. Смотрите. Ложье произрастает. Там в Индии где-то, да, на Цейлоне, там, ну, где, какой чай? Индийский, там, китайский, и тому подобное. Так вот, смотри, чай это что? Кустик. И что мы пьем? Листики. Листики срываются и сушат их. Так вот, вредители там тоже есть. И вредители хотят кушать эти листики. А что делает этот мудрый куст? Ну, мудрый, конечно, в лобках, в скобочках. Что он делает? У него он посылает ядовитое вещество туда в эти листики, чтобы вредители не кушали. Ну, как бы, ну, им уже будет некомфортно это кушать. Понимаете? А люди ничего. Люди вперед, сушат и кушают. Ну, в смысле, кушают, пьют. И поэтому не чувствуют ничего, понимаете? А эти насекомые очень чувствительные к этому всему, понимаете? Они сразу, так как и те, которые кушают яблочко, игрушку и сливку, которые не без гербицидов, да? без всего вредного. Они так кушают. Поэтому, если червячок в яблочке сидит, можно кушать смело. Он уже проверен, там, не в нет. Да. Итак, дорогие мои братья, надо нам задуматься, почему вдруг, почему вдруг у меня такая весть относительно этого. Надо задуматься. Надо задуматься, да, некоторые говорят, да, что там, сколько мы пьем этот чай, да, ну, там, раз в неделю, да, это независимость, но вот такие симптомы, они, по-моему, могут проявляться. Замедление реакции и самое главное подавляет активность головного мозга, дорогие мои друзья. А как мы с Богом общаемся? Только через разум, по-другому мы как, с Богом мы по-другому общаться не умеем. Только Бог обращается через разум, святым духом, да, и все это только таким образом. А тут снижается активность. Достучится там Господь нашему разуму, если активность снижена. очень сложно будет ему встречаться. Так, ну и заключение я хочу второго эпитра, еще открыть третью главу, и тут написано. Одно то не должно быть сокрыто от вас возлюбленной, что у Господа один день, как тысячи лет и тысячи лет как один день. Немедлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают том и доним, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Знаете, как покаяние слово звучит на греческом? Это же греческий язык, да? На греческом. Метаноия. Такое метаноия. Знаете, что оно обозначает? Я вам сейчас скажу. Передумайте, перемените ваши мысли, измените основную точку зрения. Вот что такое покаяние. Покаяние это не слова, а это изменение основной точки зрения. Мы вчера думали там, а сегодня думаем совсем по-другому. Почему? Потому что Бог иногда открывает. Не потому что мы сами такие умные до этого дошли и докопались, да? А Бог открыл этому брату тоже, что дядя ой, бра, надо прекращать уже употребление этого яда. А это яд, пацанский. Это яд. Он предкий. Он очень сильно влияет. Да. Итак, смотрите, как тут написано. Пацанский. Да, пацанский. Ну, это он так назвал. Я очень повторяю его слов. Да. И придет же день Господний, да, как так ночи, и тогда небеса всему придут. стихия разгорелся разрушится, и земля все и Ивана не сгорят. Если так это все разрушится, то какими должно быть на святой жизни и благочестии нам? Какими нам надо быть? Святой жизни и благочестии. Какими? Святой жизни, да? Святой жизни, да? Святой жизни, какими? Итак, тут прочту уже дальше. Итак, возлюбленные, ожидая 14 всего, почтите и явиться перед ним неосверненными и непорочными в мире. И долготерпение Господа нашего почитайте спасение. Как и возлюбленный брат наш Павел по данной ему премудрости написал вам о римлянам Павел вот что Павел пишет по данной ему премудрости. Всякая душа добудет покорно высшим властям, ибо нет власти нет Бога. Да? Для сего вы вот так. Итак, отдавайте всякому должное. Кому подать подать, кому оброк оброк, кому страх страх, кому честь честь. Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнен закон, ибо заповедь, не при любодействии, не крадить и все другие, заключается в сом слове. Любовь не делает ближнего зла, и так любовь есть исполнение закона. Так поступает не зная время, что наступил же час пробудиться нам от сна. Дорогие мои друзья, если мы спали, вы знаете, как я, вот этот симптом, возникает сомливость и эмоциональный покой. Мы находимся в покое эмоциональном. понимаете? А тут уже приятно пробудиться, дорогие мои под сна. Напился чайку, напился чайку, кофейку и себе благотушие служит. Ибо ныне ближе к нам спасение, когда мы уверовали. Ночь прошла, день приблизился, и так отвергим дела тьмы, обречемся воружья света, как днем будем вести себя, благочинно, не предаваясь, пьянству, пированию, сладострастью, искусству, ссорам, зависти, но облекшись Господа нашего Иисуса Христа, попечения о плоти не превращайте в похоть. Аминь. Хочу вам сказать, да, на этом можно закончить, но я хочу, дорогие мои друзья, я знаю, что уже времени мало, но я хочу, и вам еще не опыт одного нашего брата понравился, если вы знаете, про Данюха. Он рассказывал о том, когда он, знаете, роман про Данюха? в телеканале и вам там часто проповедуют. Я хочу вам сказать, мне так понравился этот топ, и он говорит, когда он веровал, у него было два греха, ну, молодым человеком в институте, у него было два греха. Он ездил с зайцами на транспорте и списывал, до шпаргалки, да, списывал, вот, ну, и веровал и понял, что это все плохо. Зайцами начал платить, зайцами перестал ездить, а вот с шпаргалками это тяжелее, потому что экзамен надо сделать, да, вот, и дает себе слово. Все, с этого дня шпаргалки, шпаргалки не берут. Ну, и экзамен, все, идет. И тут девушка, выходя из аудитории, говорит ему, шпаргалки под столом. Он заходит, садится, открывает этот, ну, берет билет, открывает, и понимает, что он ничего не знает, и рука так и тянется туда, к этим шпаргалкам. А потом думает, не, я все-таки дал слово. И думает, буду писать сам. Что помню, то и напишу. Пять вопросов. Первый, второй, третий написал, четвертый дошел, не помнит. Ну, не помнит. Пятый, тоже. На каждый вопрос по два буквально предложения написал, и все. Сдает профессор, но приходит уже к профессору, так, и начинает читать. Первый вопрос, начинает читать. Та-та-та-та-та, первый, ну, два предложения сказал. Профессор, достаточно. Достаточно. Дальше. У него больше нечего читать. Второй вопрос, так же самое, достаточно. Дальше. Третий, четвертый говорит, ну, я не знаю, ладно, давай пятый. Пятый, то же самое, только два предложения сказал. Достаточно. Все. Ну, так, ошарашенный, думаю, не знаю, что я уже получу сегодня по этому экзамену. Выходит, приходит, когда уже, ну, там же через время сразу, узнаешь результат, пять баллов. Пять баллов, вот, бах, бах, бах. Он думает, ничего себе, а чего он вдруг, что такое произошло? Заходит, берет конспект, свой, ну, уже приходит домой, берет конспект. И что вы думаете? Он на каждый вопрос ответил, самые главные два предложения. Все остальное можно было написать столько. Но он ответил самые важные по два предложения. Представляете себе? Насколько Господь благословляет? Вот. Суд чем? Святость. О чем мы вообще говорим? Что это, что это такое, святость? Святость, дорогие мои друзья, это послушание. Это послушание, святость Божья, это правда, праведность, истина, а наша святость это послушание этой истины. Вот и все. Все элементарно. Не надо ничего усложнять. Хочу вам заключение. Заключение у меня есть. У меня есть несколько цитат. Несколько цитат. Но я прочту. И все такие, такие великолепные. Не знаю даже, какое заключение прочесть. Ну, прочту эту. Все, кто учится у Бога, это желание веков 363-я традиция, должны своей жизнью показывать, что они не имеют ничего общего с миром, его обычаями или его делами. И каждый должен на личном опыте познавать волю Божью. Каждый должен услышать, что Бог говорит к его сердцу. Дорогие мои друзья, это каждый должен услышать. Почему? Потому что в послед... Ну, я отвлекусь немножко. Потому что в последнее время, дорогие мои друзья, собрание может не быть. И мы можем не позвонить пастору и не спросить, как они делают в той или иной ситуации. Вводить будет каждого конкретно Бог. Каждого будет вводить Святым Духом. Понимаете? Внушать. Моислить, и человек будет знать, куда идти, что делать и что говорить. Понимаете? Будет вести вас в судилище, и вы будете знать, что ответить. Понимаете? И индивидуально это будет. Это не будет вот так вот на всех. А это будет индивидуально. Как и жалко, да? Да! Когда умолкнут все голоса, и мы без волнения души стоим перед Богом, мы можем теснее различать голос Божий. А Он говорит нам, остановитесь и познайте, что Я Бог. 45-й Псалом 11-й. Только так мы можем обрести истинный покой. Подобным образом должны поступать все, кто трудится для Бога. Потому что это может подготовить их даже и для этой работы. В суетливой толпе, в напряженных, на решение повседневных дел обновленная душа будет окружена атмосферой света и мира. Ваша жизнь расцветет. В ней проявится божественная сила, которая может преображать человеческие сердца. То есть, эта сила сначала преобразит наши, и потом наше влияние сможет преображать другие сердца. Аминь. Давайте играться. Отче наш, сущий на небесах, честь, слава, хвала, поклонение, благодарение тебе, единому, истинному, живому, любящему Богу. Дорогой Господь, мы очень благодарны тебе, что мы имеем такую возможность и вдохновение исследовать Слово Твое. Потому что Слово Твое говорит, что мы наделяемы Твоею святостью и Твоею праведностью. Мы имеем эти белые одежды, которые есть праведность Иисуса, и этот золотой венец, который является святостью. Дорогой Господь. Но мы к этому не приложили никакого старания. Почему? Потому что мы все согрешили. И это говорит Писание. Но мы очистили, обелил баню возрождения. И мы, Господи, уже другие существа. Мы не те, которые были прежде. И, Господи, Ты нам открываешь все новые и новые истины, которые нам необходимо применять в своей жизни. Ты открываешь нам постепенно новый свет. И чтобы мы освещались, который есть процесс освещения, это происходит всю нашу жизнь, то мы должны сделать этот шаг. Следующий шаг будет тогда, когда Ты нам освещаешь уже другой шаг. Но Ты не освещаешь больше, пока мы не сделаем этот первый шаг веры. Поэтому, Господи, помоги нам сделать этот первый шаг веры. И то, что нас как написано, что притыкает нас, что мы имеем какое-то преткновение в своей жизни относительно наших молитв и наших взаимоотношений с ближними и наших взаимоотношений с тобой, помоги это устранить. Укажи, Господи, нам на наши недостатки, чтобы мы могли их искоренить. Искорени, Господи, Ты из нашей жизни это. Во имя Иисуса Христа наша молитва. Аминь. 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 Аминь.